Утро 9 мая началось с благодарственного молебна и панихиды в Георгиевском храме. Ветераны, учащиеся школ и просто жители города собрались на советском проезде для участия в торжественном митинге, который открыл глава Ленинского района Олег Хромов. Сегодня мы с вами отмечаем самый славный, самый главный день в нашей жизни. Самый главный праздник нашей страны. День Великой Победы. И сегодня среди нас присутствуют, и мы этим гордимся и счастливы, свидетели тех далеких событий. Те, кто 71 год назад подарили нам право на жизнь. Я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, с Днем Великой Победы. В этот день с трибун звучали слова большой признательности и благодарности за совершенный подвиг. Позвольте мне еще раз от всей души всех вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, счастья, благополучия вам, вашим близким и мирного неба над головой. С праздником! После торжественного митинга все присутствующие направились к вечному огню, где возложили цветы в знак памяти и скорби по погибшим воинам. Среди нас все меньше и меньше свидетелей тех страшных лет. Сегодня они, главные герои, идут во главе колонны на торжественном шествии, а далее те, кто не вернулись, но навсегда остались в памяти потомков. Здесь нет чинов и званий. Рядовые офицеры идут вместе в одном бессмертном полку. В этом полку каждый герой и у каждого своя история. У меня на фотографии мой родной дядя. Он кадровый офицер был, орденоносец, участник боев на Ханкирголе и пропал без вести в первые дни войны, как справка дает архивы под Ленинградом. Это мой отец. Он был старшиной роты во время войны. Погиб в Венгрии в ноябре 1944 года. Слишком большая боль и память, от которой и слезы наворачиваются. Нужно помнить, нужно передавать детям все истории, все моменты, которые рассказаны были мне мамой, про свою молодость военную. Отец у меня тоже воевал там дальше, стоит сын с внуком. Надо помнить, надо чтить, надо молиться, чтобы такого не повторилось. Надо чтить не только память павших, но и радоваться возможности прикоснуться к истории через живых. Я с Орловско-Курской битвы начал в 43-м году. Дошел до Запорожья с этой битвы. Нет, до Харькова. Мы Харьков взяли, освободили, а после дальше пошли на запад, в сторону Украины, Запорожья. Где встретили победу? Ой, я в Вене. Со слезами встретили победу, со слезами. Рады были на небесах, чтобы не было этого никогда, чтобы вы не видели войны никогда, детки, как мы видели. Далее все гости праздника были приглашены в кинотеатр «Искра». Парад на Красной площади в прямом эфире. Интереснее и еще более торжественнее, когда рядом те, кто помнит парад 45-го. В это утро всех угощали полевой кашей, а развлекали концертными номерами. Песни военных лет, которые каждый помнит наизусть. А вечером на той же площадке состоялся большой гала-концерт. В заключении море огней озарили небо города Видное в знак Великой Победы. Екатерина Чернышева и Адамия, Видное ТВ.